Премьер-министр Сурумба Джейнбеков и генсек ООН Антонио Гутереш накануне в городе ООЖ почтили память погибших во время июньских событий 2010 года. Генсек ООН акцентировал внимание на переменах, произошедших в облике города и во взаимоотношениях людей за последние 7 лет. Отрадно, что власти и народ Кыргызстана принимают все усилия для сохранения стабильности в стране, отметил он. Гурбара Кинчейева с подробностями. В международном аэропорту ООЖ генерального секретаря ООН Антонио Гутереша встречал премьер-министр Сурумба Джейнбеков, прибывший в Южную столицу накануне для участия в мероприятиях, посвященных 7-й годовщине июньских событий. Глава правительства и генеральный секретарь ООН почтили память погибших во время июньских событий 2010 года. Они возложили цветы к мемориалу «Слезы матерей» в городе ООЖ и осмотрели фотовыставку, посвященную трагическим событиям июня 2010 года. Сравнивать есть с чем об июньских событиях Антонио Гутереш знает не по отчетам и фотографиям. Будучи верховным комиссаром ООН по делам беженцев, он дважды посещал ООЖ и был свидетелем последствий трагических событий. «В то время вы приложили много усилий для разрешения кризиса в регионе. Вы внесли неоценимый вклад в процесс миростроительства и укрепления межнационального согласия в стране». Выразив соболезнования родным и близким погибших в тот сложный период, генсек Антонио Гутереш особо акцентировал внимание на больших переменах, произошедших в Кыргызстане за последние годы. Благодаря усилиям власти и мудрости народа удалось восстановить мир и согласие в стране. Это отрадно, отметил он. «На этом нельзя останавливаться. Сейчас в современном мире многонациональность, многокультурность становятся достижением всего человечества. И мы должны сделать всё возможное, чтобы укрепить и сохранить это богатство всего человечества». Далее премьер-министр Сорамбайдженбеков и генсек ООН Антонио Гутереш в узком формате обсудили вопросы сотрудничества и планы на ближайшее будущее. «Мы смогли обозначить основные направления сотрудничества Кыргызстана с ООН на ближайшие пять лет. Месяц назад были подписаны рамочные основы оказания помощи Кыргызстану в области развития со стороны системы учреждений ООН на период с 2018 по 2022 годы». «В 2010 году в качестве Верховного комиссара по делам беженцев мы постарались сделать всё возможное для быстрого урегулирования кризиса. Но миссия не была бы успешна без помощи местной власти, без усилий самих жителей Аша, проявивших мудрость и выдержку в те тяжёлые дни. В качестве агент-сека ООН я приложу поддержку всех совместных проектов с Кыргызстаном». В завершении премьер-министр Сорамбай Джеймбеков и генсек ООН Антонио Гутерреш провели встречу с местными жителями, руководителями города Ош и Ошской области.